клика в отсылку отлично так и тогда прошу продублировать ссылку пока отлично только у нас название сейчас эфир smart с мегасонцем так и остается хороший вопрос я думаю можно как-то переименовать потом назвал а хорошо просто в том плане что это название везде будет видно хорошо пусть будет просто уточняю посмотрим посмотрим как бы не не каждый день создаю эти эфиры поэтому я надеюсь то что так или на все пойдет хорошо так нам эфире вот у нас начало через минуту вот так я смотрю к нам в эфир еще наш наш созвон присоединяются люди как бы должно быть но все у кого есть ссылка не могут присоединиться должно ли быть или нет я ответить не могу не должно что-то ссылка у нас это ссылка на эфир ну ладно сейчас Сегодня у нас эфир с известным санскритологом Мартисом Гассунцем. Достаточно давно, может быть лет пять назад, у меня была возможность пройти курс аэрведического санскрита, который был Мартис Юрьевич, но я не воспользовался этой возможностью. Так или иначе, сегодня мы с вами будем говорить о санскрите, будем вам говорить о практической пользе его для здоровья, прежде всего психологического. Давайте без лишних предисловий. Мартис, расскажите, пожалуйста, про ваше ремесло, про ваше искусство, как так вышло, что вы занимаетесь санскритом. Это очень редкое дело, очень редкая профессия. Почему вы выбрали для себя? Здравствуйте. В случае санскрита не я его выбирал, а он меня выбрал. Точнее, она, потому что санскрит — это она, а не он. Значит, санскрита Абхаша. Значит, зовут меня Мартис Юрьевич. Я родился под Ригой, поступил в Филфак, перевелся в Москву, окончил литературный институт. И вот уже во время своего обучения в литературном институте я начал заниматься частным образом санскритом, потому что мне всегда была интересна Индия, но Индия древняя. Индия современная для меня не представляет никакого интереса. Мне интересна древность, мне интересны средние века. И что-либо понять в древности, не изучая санскрит, решительно невозможно. Поэтому, в частности, в 23-м году в рамках возглавляемого мною общества ревнителей санскрита, который я основал в 2005 году, мы запустили два курса по Юрведе, например. Курс теоретический, который ведет Владимир Дружинин по Аштанга Хардая Самхите. То есть у нас есть три основных трактата по Юрведе, и, наверное, самый популярный среди них, самый известный — это Аштанга Хардая Самхита. Немецкий переводчик перевел ее лет 10 тому назад за 6,5 года. То есть быстро перевел, это огромный такой компендиум. Но, в общем, это такой немецкий подход. А Владимир Дружинин, он переводит не спеша. На сегодня он перевел почти четыре первые главы из первой книги. И чтобы вот в такой скорости, если продолжить в такой скорости переводить, то это займет около еще 350 лет. Полный, значит, русский перевод Аштанга Хардая Самхиты. Ну, собственно, обсуждение проблем, заключенных в первой главе первой книги на сегодня заняло 22 занятия. 22 занятия по полтора часа — это просто, чтобы ознакомиться с первой главой, первой книги, одного из трех основных трактатов по аюрведе. Вот. Значит, это что касается теоретической части. То есть получается, аюрведа прекрасно может существовать без санскрита, санскрит может прекрасно существовать без аюрведы, но любое углубление неизбежно приведет к потребности изучить язык. Вот. И, собственно, Владимир Дружинин тому пример, что хотя вот он имеет, получается, медицинское образование, он преподает в медицинском университете, но практику лечебную не ведет. То есть можно быть теоретиком, историком науки, вот, значит, можно быть историком науки, вот, а можно быть практикующим врачом. Вот. У нас, собственно, было 12 занятий, они недавно закончились, посвященные практической аюрведе, то есть человек, который ведет, значит, практику, он вообще может не подозревать о существовании санскрита. Вот у нас был курс с моим личным врачом Еленой Леонидовной Соболевой. Вот. Почему я, собственно, попросил своего врача провести этот курс? Потому что за последние два года постковидный эффект, он набрал обороты, да? То есть люди стали заметно хуже воспринимать материал, запоминать материал. А так как санскрит, он требует максимального интеллектуального сосредоточения, то перед тем, как приступить к его изучению, надо улучшить здоровье, надо устранить последствия ковида. И, ну вот, мой опыт таков, что для того, чтобы успешно заниматься такими интеллектуальными дисциплинами, каково является изучение древнеиндийского языка, необходимо сперва себе восстановить. Вот для этого. Поэтому как бы у нас есть теория, у нас есть практика. Получается, что когда в Индии врач обучается аюрведе, у него санскрит даётся один год. За один год, конечно, даже если заниматься по несколько часов в день, санскрит выучить невозможно. Поэтому индийские врачи на уровне бакалавра, а индийские врачи обычно остаются на уровне бакалавра, потому что образование в Индии — это дорогое удовольствие. До магистра и тем более кандидата наук мало кто доходит. И вот на уровне бакалавра получается, что аюрведисты проходят в санскрит год. Но вот за год они худо, бедно, что-то плюясь, а что-то запоминают, но чаще нет. И получается, что санскритологи живут отдельно, а аюрведисты живут отдельно. Но что я хочу сказать? Это что касается какой-то более глубокого погружения. А на каком-то уровне первичного знакомства санскрит однозначно имеет положительный эффект. В каком плане? Сам санскритский алфавит он устроен таким образом, что активный орган, язык в ротовой полости активирует пять разных зон. То есть он включает в себе всю ротовую полость и получается даже вот просто проговаривая алфавит, а мы его на занятиях в рамках общества уровня санскрита не просто проговариваем, а пропеваем. Это наша изюминка. Никто в мире алфавит санскритский не пропевает, а мы пропеваем, потому что у нас есть уша санка. И много лет тому назад она придумала для нас напевный вариант алфавита. Вот как в английском языке можно алфавит пропеть, так его можно пропеть и на санскрите. И вот даже само произношение алфавита — это уже есть мантра. И само произношение алфавита уже приносит умиротворение. А я помню, когда студентом я прибегал на занятия по санскриту. Я жил в Москве. Я сперва занимался частным образом санскритом, а потом ходил на занятия на филфак МГУ к моему в дальнейшем научному руководителю Андрею Анатольевичу Залезняку. Академик Андрей Анатольевич Залезняк, он специалист по словистике, по русскому языку, но в разные годы он вел разные спецкурсы. Вот я посвящал в него спецкурсы по древнеперсидскому, санскриту и арабскому. То есть он был полиглотом. Я тоже полиглот. В общем, получается, изучал языки разные в разные годы. Но вот когда я прибегал на занятия к частным занятиям, я спешил, опаздывал, и вот на каждое наше занятие начиналось с алфавита. И вот 40 секунд алфавита они на самом деле уже дают определенное умиротворение. То есть сам алфавит в обычном, а мы еще и пошли дальше и придумали напевный вариант обратного алфавита. А в обычном и обратном порядке сам алфавит уже является мантрой. Потому что он устроен совершенно удивительным способом. Он единственный в мире алфавит устроен научно. То есть не хаотично, как, например, алфавит греческий, который опирается на алфавит финикийский. То есть очередность элементов в нем, если сравнивать с санскритом, совершенно рандомно, случайно. Вот. Поэтому, ну вот я тогда, допустим, вот не пропою, а просто проговорю, как звучит санскритский алфавит. Потому что на самом деле, ну, в России, ну, если брать общий тираж учебника санскрита Вера Александровна Почерпиной, проданные за последние 70 лет, за последние 70 лет, 1956 что ли года, то это почти 13 тысяч экземпляр. То есть получается, что вот мы можем предположить, что в России за последние 50 лет в русскоязычной, скажем так, среде было не меньше 10 тысяч человек, которые так или иначе пытались изучать санскрит. Вот. Много это или мало? Ну, на самом деле, я считаю, что достаточно большая цифра. Но вот с 2007 года, когда я впервые начал вести занятия санскритом в Новосибирском государственном университете, у меня было, наверное, около 800 учеников. Вот за всё это время, с 2007 года, вот, я имею свой опыт преподавания санскрита. я издаю книги в рамках своего проекта «Библиотека санскритика». Я издал около 20 книг уже, около 20 книг, около 15 книг по санскриту. Переиздание и новое издание. То есть, получается, я верю в то, что санскрит необходимо изучать. Я объясню, почему. и верю, что изучать его надо по книгам. Что, какими бы развитыми ни были электронные средства, а я сам, в том числе, являюсь разработчиком разных связанных с компьютером санскритских нововведений, например, мы с 2013 года выкладываем свободный доступ в рамках параллельного санскритско-русского корпуса Ригведу, а потом выложили Махабхарату Рамайяну и Адхарваведу, Упанишады, Йога-Сутры, и всё это одновременно и на санскрите, и на русском языке. Параллельный санскритско-русский корпус — это то, чем я вам советую воспользоваться. То есть, например, если кто-то по неосторожности будет утверждать, что в ведах сказано, то вы можете открыть Ригведу, вы можете открыть Адхарваведу, и нажав Ctrl-F, то есть активировав поиск внутри страницы, можете проверить сами, есть ли такое высказывание, потому что Ригведа и Адхарваведа — это, наверное, большая часть ведийского корпуса, ну, по крайней мере, уж на русском языке в ближайшие 200 лет принципиально ничего нового в любом случае крупнее не будет. Самоведа — это просто переработанная Ригведа, а ядереведу никто переводить на русский язык не станет. Поэтому вот параллельный корпус — это такой промежуточный этап, знакомства с древнеиндийской литературой я советую ознакомиться с теми материалами, которые у нас представлены. Например, там есть все упанишады в трёх томах Александра Яковлевича Сыркина на санскрите и на русском. То есть — А как с этим можно ознакомиться? То есть это всё где и как? — Я сейчас выдам ссылку на нашу разработку. Эти тексты взяты не из интернета. Это мы сами вычитывали, сами готовили и отвечаем за то, что там написано, потому что многократно выверяли это. Каждый текст выверен три раза. Собственно, под нашим эфиром я сейчас и размещаю ссылку на параллельный корпус в школе Айурведы «Суть здоровья». Вот я разместил ссылку на параллельный корпус. Получается, что чтобы возникла некоторая жажда, жажда знаний, жажда погружения в какие-то первоисточники, то есть не в пересказы, потому что в русскоязычной среде Айурведа в основном существует, скажем так, в пересказах книг, издательства, сатва, то есть, например, в пересказах Фроули, в пересказах Фроули, в общем, не из первоисточников. И получается, полных переводов первоисточников у нас на русский язык нет и в обозримом времени не будет, но, вероятно, года через два будут опубликованы избранные отрывки из Чарака Самхиты. Это второй из трех основных трактатов первоисточников. Вот, я думаю, что года через два мы опубликуем, мы, я имею в виду, издательский проект Библиотека Санскритика, который я возглавляю, издадим избранные отрывки из Чарака Самхиты. Вот, еще есть Сушрута Самхита, но это уже более специфическая работа, сомневаюсь, что когда-либо что-то из нее существенно будет переведено или издан на русский язык, а вот отрывки из Чарака Самхиты вполне были, ну, как бы, они в обозримом будущем будут изданы, но и Владимир продолжает Дружинин переводить Аштанга Хрдайя Самхиту. Это основа основ, и вот первые четыре книги, ну, вот опять же, до 26-го года будут изданы, и вот, в частности, значит, интересна вторая глава первой книги, где расположен распорядок дня. И я утверждаю так, что санскритолог или, как я называю, ревнитель санскрита, то есть человек, который назвался санскритянином, то есть начинает изучать древнеиндийскую культуру, а в древней Индии, получается, само слово культура — это самскрити. Вот самскрита — это язык, а культура — это самскрити, то есть вообще-то культура невозможна, древнеиндийская культура немыслима без древнеиндийского языка. То есть можно, конечно, жонглировать термины джотиши, но не понимая эту терминологию с точки зрения словообразования, какие-то вещи могут ускользать. И то же самое с аюрведой. И то же самое с аюрведой. Получается, что терминология, она, конечно, помогает осмыслить сказанное. А из переводов Владимира Дружинина становится очевидным, что просто сам текст о штангах рдая самхиты, то есть сам трактат в чистом виде, он тоже мало чем полезен и часто непонятен остается. Нужен комментарий. И получается, что это определённая традиция, которая предполагает, что врач не только знаком с самим трактатом, а основных трактатов, как я уже сказал, три, ещё три вспомогательных, то есть это, на самом деле, целая библиотека. И когда я говорю трактат, я имею в виду, не брошюру на сто страниц, а английский перевод Чарака Самхиты это вот такая вот махина. И вот, собственно, получается, вот трижды вот такая махина, это просто введение в аюрведу, это ещё ни разу не сама практика, потому что практика показывает, что этих знаний недостаточно. Получается, что, я говорю так, что санскритянин, санскритянин, а санскритянином никто не рождается, санскритянином можно только стать. То есть никто в Индии по рождению не рождается, как бы, вот можно родиться русским, можно родиться с латышом, но нельзя родиться санскритянином. Санскритянином можно только стать. Так вот, значит, я утверждаю, что нельзя стать санскритянином, пока человек не ознакомится со второй главой первой книги Паштанга Хрдая Самхиты, где дан распорядок дня. Вот пока человек хотя бы по двум-трем пунктам не изменит своё расписание, свой распорядок дня, говорить о кокаум либо о здоровье бесполезно, потому что несколько лет тому назад у нас умерло два санскритолога в возрасте 50 лет. А что такое для санскритолога 50 лет? Это он только набрался первого сока, то есть он только закончил первичное обучение. Он ещё не расцвёл, а уже умер. Что это означает? Что он пренебрегал вопросами здоровья, то есть он ушёл в голову и не вернулся. Вот это, я считаю, не очень разумный подход, да, то есть в мире много умных людей, но мало разумных. И вот разумный человек, он должен учитывать рекомендации второй главы Аштанга Хардая Самхиты, да, то есть потому что в общем получается вот то, что в частности даётся на занятиях у Владимира, то, о чём говорила Елена Леонидовна, это для условно здорового человека. вот условно здоровый человек, вот из чего он состоит, если исследовать вот этим установкам из второй главы Аштанга первой книги значит Аштанга Хардая Самхиты, что значит что входит в этот распорядок жизни, да, то есть эту книгу можно у нас найти в рамках проекта Библиотека Санскритика это книга вторая глава издавалась на русском языке у нас остались остатки тиража и я настоятельно советую ознакомиться с этим отрывком этого огромного трактата потому что он содержит саму квинтэссенцию из чего получается он состоит в смысле что входит туда в это понятие распорядка жизни значит физическая нагрузка сон питание и и психические установки помимо сезонов и вот собственно получается что современная медицина обладает порой такими ресурсами что может быстро и качественно вылечить человека по каким-то конкретным вопросам то есть та же биорезонансная терапия она прекрасна и быстро может точно поставить диагноз что делать значит что есть точнее а что делать и следующий вопрос получается исходя из установок аюрведы больной ты временно а все остальное время ты здоров вот это в теории вот больной ты временно вот что излечиться можно и современными способами быстро и мощно а вот как поддерживать здоровье как жить вот на эти вопросы современная медицина не отвечает и в этом как раз собственно сила аюрведы и сила в том числе второй главы первой книги аштанга хардая самхиты поэтому если из этой беседы и нужно будет что-то извлечь что одно из как бы основных это получается надо запомнить что есть параллельный санскритско-русский корпус где люди бесплатно могут читать выверенные переводы санскрита на русский язык второе что нужно бумаги найти и приобрести значит хотя бы вторую главу или первую главу из аштанга хардая самхити в русском переводе Владимира Дружинина чтобы начать свое первичное знакомство с первоисточниками с аюрведой без пересказов вот вся аштанга переведена не будет ну то есть это просто исходя из дотошного подхода Владимира просто невозможно он взял слишком подробно такой подход то есть комментируя привлекая комментарии из нескольких источников то есть этот подход подразумевает что можно таким способом подготовить отрывок нельзя перевести весь трактат таким способом и вот третье получается мы подходим к установкам установкам мы подходим получается а перед тем как мы приедем к установкам я все-таки тогда наверное зачитаю как звучит значит у нас есть такой учебник я покажу его учебник санскрит Александр Наталья санскритом а вот и вот собственно первые пять занятий это знакомство с санскритским алфавитом и вот в начале шестого занятия нам дается алфавит я его зачитаю чтобы было некое представление о звучании санскрита потому что в чем собственно красота санскрита красота санскрита в звучании хотя в прошлом году в российские государственные библиотеки в центре восточной литературы мы и провели в первую и вероятно последнюю выставку каллиграфии деванагрии в России то есть в рамках общества ревнической санскрита мы не только первыми запустили уроки по рецитации санскрита у нас по воскресеньям в десять утра уже четыре года мы вместе с ушей санкой нашим преподавателем из Индии рецитируем разные статры разные статры разным божеством ну вот и получается вот буквально на днях мы начали статру дханвантари да то есть покровителю айуреведы у нас двенадцать занятий каждый раз мы проходим одну шлоку и это перечень имен дханвантари и собственно рецитация имен вишну дханвантари это как ипостась вишну это и есть один из способов лечения указанных в том числе в аштангах рудая самхити мы сейчас к этому подойдем а я покажу просто зачитаю алфавит чтобы было некое представление ну а мелодичности санскрита вот итак на 46 странице учебника санскрита вера Александровна Кочергиной вера Александровна преподавала санскрит на филфаке МГУ более 60 лет вот то есть преподаватели санскрита бывают долгожителями м.н.о. прожил 105 лет Почергина 92 ну вот собственно Александр Яковлевич Сыркин переводчик Упанишат жив до сих пор ему скоро будет 94 Виктория Викторовна Вертоградова ей уже за 91 то есть значит санскрит конечно если не пренебрегать заповедями Айурведы дает живительную силу вот значит итак алфавит санскрита а а и и у то есть гласные бывают краткими и долгими когда мы слушаем каких-нибудь наших вайшнавов они иногда этим пренебрегают и могут например пренебрегать долготой и тогда слово может обрести совершенно противоположный смысл например в России есть несколько таких скажем так центров юпа-йоги который называется ананда ананда вот но такое слово ананда имеет совершенно противоположное значение тому которое основатели этих клубов туда вкладывают потому что ананда значит образованно глагольного корня нанда радоваться но ан это отрицание то есть как бы безрадостное место а хотят они сказать не ананда а ананда и вот из таких некоторых некоторые что ли невнимательности некоторого неведения могут получиться какие-то ну порой плачевные результаты то есть если человек несколько лет подряд повторяет чепуху то чепуха становится частью его жизни поэтому я настаиваю на том что если человек никогда не прошел хотя бы азы санскритской рецитации у нас есть отдельный курс 4 занятия он стоит 3000 рублей азы санскритской рецитации то есть если человек не прошел какую-то вот такую изначальную муштровку то лучше пусть он берет православные молитвы в которых он хотя бы догадывается о смысле слов чем он берет мантры и коверкает их вот кое-как поэтому я против мантры без изначального первичного ознакомления хотя бы с фонетикой санскрита вот поэтому а-а-и-и у-у р-р р-р э-ай-о-ау-ам-ах это гласные как ха-га-га нга У нас, получается, носовые произносятся по-разному в зависимости от того ряда, в который они входят. Поэтому чисто со слуха, с первого раза, таких слухачей я не видел, которые могли бы сразу, услышав, воспроизвести один к одному. Поэтому всё равно требуется некоторое теоретическое ознакомление с тем, как устроен наш речевой аппарат. Та-дха-да-да-на. Самое сложное — это церебральные. Из десяти человек один может произнести правильно церебральные. И то с двадцатого раза. Поэтому это место, в котором как раз без подготовки просто невозможно прорваться через это. То есть есть, значит, какие-то особенности произношения в Индии, которые сложно даются самим индусам. Вот какие-то вещи они не могут правильно произнести. То есть от того, что вы приехали в Индию, это не значит, что вот там всё безупречно просто потому, что оно происходит в Индии. Нет, это не так. Но какие-то вещи сложнее даётся русскоязычному человеку. И вот как раз церебральные вот это вот из этого разряда. Та-дха-да-дха-на. Пабха-бабха-ма. Я-ра-ла-ва-ща-ша-са-ха. Это санскритский алфавит. И вот сам по себе он является мантрой. И вот, собственно, мы в разное время в рамках общества равнителей санскрита, в основном в Москве, многократно выступали как раз с тем, что мы просто даём алфавит. Вот. Наши, значит, лучшие исполнители из воскресных занятий, они собираются вместе и исполняют алфавит. То есть сам алфавит, он уже прекрасен, он уже гимн. Вот. Значит, да, но, собственно, алфавит я. Алфавит мы выдадим всем, кто обратится к нашему куратору общества равнителей санскрита. Мы в основном общаемся через телеграмм. Вот. И мы выдадим алфавит в напевном его варианте. Не в том деревенском, который выдал я сейчас, а в красивом, который можно наслушивать и повторять за ним. Вот. Это что касается, значит, самого алфавита. Вот. А что касается вот указания на то, что вообще нужно рецитировать, то в главе, посвящённой лихорадке, в Чайкицас Тхани, есть такая Чвара Чайкица Адхияях, вот, там приводится, значит, как один из способов поддержания здоровья — это почитание божеств. Что нужно сосредоточиться на приятных для ума объектов, значит, почитать брахминов, значит, наставников, праведников и рассматривать самоцветы. Вот. Что вот эти приёмы, значит, в том числе сосредоточение на мантрах, они могут победить даже тяжёлую лихорадку, которая вызвана вишну. То есть даже вишну ничего не может сделать против некоторых приёмов. Вот. И вот таких, как бы, приёмов, которые можно применить, я назову четыре разных приёма. Четыре разных приёма. Даже нет, не четыре, а пять приёмов. Итак, получается, что из всего перечисленного я сейчас озвучу только первые, а остальные только намечу. Итак, получается, мы можем обратиться к определённым божествам, например, к Сурье или к Дханвантари. Это считается правильной ментальной установкой. И вот, собственно, самая краткая мантра, которая посвящена Дханвантаре, и мы её напишем после эфира, она останется в написанном виде. Это Дхам Дханвантаре Намага. Это самая краткая мантра, посвящённая Дханвантаре. Короче, уже не бывает. Вот. Это что касается правильной ментальной установки. Есть более длинная, в три раза более длинная мантра. Начинается с слов «Ом намо бхагавате Дханвантаре». «Ом намо бхагавате Дханвантаре». Это не вся мантра, это её начало. Ну, в общем, если вам будет интересно, то вот её в письменном виде мы готовы выдать тем, кто дойдёт до нашего куратора. Вот. Получается, это второй путь. Третий путь — это стотра или гимн Дханвантари, который мы проходим вместе ушей с танкой в рамках напевного санскрита с ушей с танкой. То есть каждое воскресенье мы занимаемся два часа. Мы начинаем в 10 по Москве, занимаемся два часа, вот уже несколько лет. И вот сейчас ближайшие 12 занятий, они посвящены как раз именам Дханвантари. Дханвантари — стотра. Это третий путь — повторять стотру, который написан в стихотворном размере шлока, то есть в стихах уже. Вот. Четвёртый вариант — это 108 имён Дханвантари. Они доступны с русским переводом. Опять же, на нашем сайте «Общество ревнительной санскрита». И есть самый мощный приём — это тысячи имён Вишну. Тысячи имён Вишну. Тысячи имён Вишну в быстром темпе можно прочитать за полчаса. Значит, некоторые брамины, в частности, сама Ушасанка читает тысячи имён Вишну как свою ежедневную практику. Вот. Это одна глава из Махабхараты. И вот в этой главе, то есть в Махабхарате есть несколько таких глав, где вот содержание всей главы — это просто имена Божеству. Например, в третьей книге Махабхараты имена Солнцу. Вот. То есть это такой жанр. То есть Махабхарата — это энциклопедия. И в этой энциклопедии входят разные разные произведения меньшего объёма. И вот один из жанров — это статра, гимн или сахасранама. Тысячи имён. И вот Махабхарате смешатся тысячи имён Шивы и содержатся тысячи имён Вишну. И вот уже несколько лет, каждый четверг, восемь часов вечера, мы встречаемся на два часа, чтобы за два часа разобрать очередные пять имён Вишну. Мы прошли уже почти шестьсот из тысячи имён, и мы пытаемся понять смысл каждого имени Вишну. И тут, конечно, нам требуются определённые познания в древнеиндийской мифологии. И я вас отсылаю к трудам Владимира Николаевича Топорова к его двухвтомнику «Мифология». Значит, избранные статьи. Вот. Это лучшее, что можно на русском языке почитать в противнеиндийскую мифологию. В общем, наш подход с одной стороны академический, да, я вышел сам из университетской среды, я кандидат филологических наук с одной стороны, а с другой стороны мы даём то, что действительно людям интересно. даём гимны, даём аюрведу и в практическом, и в теоретическом ключе даём каллиграфию Деванагри, чего вообще нет в России, кроме как у нас. То есть мы мучаемся красиво писать, мы мучаемся красиво звучать. Потому что санскрит — это, конечно, звучание. санскрит — это ни разу про книги. Санскрит должен звучать. Но и вот постановка правильного звучания — это отдельная дисциплина. Эта дисциплина называется шикша. Вот. На уроках по грамматике, а я веду, у меня есть двухлетний курс по санскритской грамматике, это называется вьякарно. Вот. А с ушей по воскресеньям мы занимаемся шикшей, то есть фонетикой, и чхандосом, то есть метрикой. Мы изучаем разные стихотворные размеры. Вот. Получается, что санскрит, он многогранен. Это как бы целая вселенная. Никто не может охватить больше одного направления, углубляясь в него. Вот. Но какое-то вот первичное знакомство санскритом это как возможность задействовать свой мозг по назначению, тем более после 40 лет, когда у человека уже, скажем так, его память уже занята разными другими полезными сведениями, то усвоение нового материала, конечно, дается достаточно трудно. И вот, собственно, санскрит это как возможность связать вместе оба полушария и не без определенных трудностей, собственно, вернуть определенную гибкость ума. То есть, даже если сам санскрит вам на рынке не поможет купить огурцы, но как способ вернуть гибкость вашему уму, как способ более глубокого проникновения в какие-то дисциплины, которые существовали уже несколько тысяч лет, то я не знаю более хорошего способа, удобного и быстрого способа проникнуть в какие-то глубины сознания и подсознания. Это, пожалуй, было видение. Я готов вас выслушать какой-нибудь вопрос. Спасибо большое, очень интересно вы рассказываете. Я сам являюсь последователем луги-вашнавской традиции духовной, проще говоря, кришнаит. И также занимаемся юрбетой, но как-то глубоко погрузиться в санскрит у меня возможности не было. Ну, вернее, как, не совсем правильно я сказал, всегда куча альтернатив, чем заняться, но всегда я выбирал какие-то другие альтернативы, не санскрит. И сейчас вот лично для меня что было ценно, то, что вы рассказали, это то, что ну, как-то открыли такую дверцу в этот мир, как вы сказали, стать санскритянином, да, какое, кстати, вы вкладываете смысл, санскритянин это кто? Как понять вообще, что это за форма жизни? Это понимание того, что санскритом овладеть ты не сможешь никогда, но если повезёт, санскрит овладеет тобой. То есть, это определённое смирение, понимание того, что твои интеллектуальные возможности весьма ограничены, но при определённом усердии, значит, скажем так, потратив определённое количество попа часов, то есть, вложив усердие, можно добиться вполне заметных результатов. То есть, это про смирение, потому что санскрит — это не про гордость, не про то, насколько ты стал круче, лучше. Санскритолог бывает весьма мерзкими людьми, вопрос не в этом, а вот само такое изначальное знакомство, прикосновение к санскриту, оно объясняет некоторые прежде казавшимся совершенно мистическими вещами, то есть, что-то такое, происходит некоторое узнавание, тем более, когда человек, допустим, 5, 10, 15, 20 лет живет, скажем так, в такой хинду-рашин среде, или рашин-хинду, значит, вот, то есть, какое-то количество слов его окружают, и вот, когда он начинает понимать, как эти слова устроены, как они между собой связаны, но возникает какое-то приятное такое узнавание, которое дает силы, придаёт силы продолжать или, наоборот, начать погружение, да, то есть, получается, возникает некий энтузиазм, да, то есть, появляется желание прикоснуться, но это, конечно, длинный путь, санскрит, за два года мы просто знакомимся с какими-то элементарными понятиями грамматики, то есть, первые 15 лет это, конечно, трудно. Да, это, конечно, впечатляют сроки, действительно, здесь всей жизни не хватит. Я призываю... Одной, одной, конечно, нет, но можно отложить до следующей, но будет ли у вас возможность в следующей жизни изучать санскрит, ведь это определённая заслуга иметь возможность изучать санскрит. А если вы переродитесь букашкой, то как же вы будете изучать санскрит? Поэтому, ну, как-то так. Да, безусловно, есть ощущение, что в букашке есть какие-то другие дела. Мне как-то посчастливилось быть на вот этом, не знаю, как сказать, ну, наверное, это я бы охарактеризовал прежде всего как процесс богослужения, вот этот, когда произносится, пропиваются тысячи имён Господа Вишну, если я не ошибаюсь, это называется Шри Вишну Сахасранам. Да, Сахасранама, да, Вишну Сахасранама. И вот осуществлял этот ритал духовный учитель, вот, и или нет, не помню, это было как-то очень, нет, по-моему, это было в Киеве, и, по-моему, это ещё было где-то году в 13-14, и, кажется, это другой махарадж делал, вот, и там одно из имён, тоже мне запомнилось, это, опять же, да, это было где-то лет 10 назад, поэтому я заранее извиняюсь, что могу допускать какие-то ошибки, но, кажется, одно из имён было Санта, и означает это имя как исполняющий желание, вот, мне пока показалось, это очень как-то символично, есть Санта Клауса все одно из именований. Ну, некоторое, вам понравилось некоторое созвучие, да, но, на самом деле, если углубляться в имена, то тут нам предстоит для себя определиться, что для нас важнее, значит, следование комментаторской традиции, то есть, например, следование комментарию Сайяны на Вишну Сахасранаму, в частности, вот у меня недавно был доклад в Институте Славяноведения Российской Академии Наук этот доклад доступен о Вишну Сахасранаме, вот, о том, как она устроена, или пытаться самостоятельно разобрать на все мельчайшие единицы, какие только возможны, собственно, эти имена, то есть, мы должны для себя понять, чего мы хотим, то есть, следование традиции, оно не требует от нас какого-либо знакомства с санскритом, то есть, можно просто прочитать, внять, впитать и на этом остановиться, да, мой исследовательский дух такой сценарий не допускает, пока я сам не пойму, как что-то устроено, я ничего не могу запомнить, мне нужно это сперва разобрать, иначе я могу вообще, у меня сразу вылетает это из головы, поэтому мой единственный вариант, это во что-то вникнуть, я не могу не понимая запомнить наизусть, поэтому мой путь это путь, ну, такого интеллектуального погружения, поэтому вот за раз, за два часа, по четвергам, мы успеваем пройти пять имён Вишну, пять, пять имен Вишну, всего лишь, казалось бы, имя маленькое, а заложено в нем целая вселенная, а что самое интересное, и о чём до меня никто не, вслух не говорил, что не просто сами имена Вишну интересны, а очерёдность, в которой они даны, она значима, и попытка понять смысл очерёдности, это то, над чем мы работаем, мы пытаемся понять, почему имена Вишну даны в той очерёдности, в которой они даны, и об этом, в частности, вот я рассказываю в своём докладе, который доступен про Вишну Сахасранаму. Ну, это, конечно, очень впечатляет. Вот. Я сейчас пытаюсь понять, есть ли у нас какие-либо вопросы в группах, но пока я вопросов не вижу. Вот. Друзья, я призываю вас, если кто-то у нас сейчас с нами здесь, да, и, по крайней мере, вот написано что нас смотрит 31 человек. Если есть какие-то вопросы к нашему прекрасному сенскритологу, задавайте их. То есть, вопросы вот, они прогрузились. До того, как озвучить вопросы, значит, собственно, в чём заключается тайный инструмент. Тайный инструмент заключается во второй главе первой книги. Когда вы для себя раскроете главу распредок дня, вы понимаете, насколько злостно вы нарушаете это. И если вы примените просто то, что указано в главе распредок дня, я уверяю вас, у вас отрастут длинные ногти, будут блестеть волосы, значит, и станут крепкими зубы. то есть, вы станете прекраснее во всех отношениях, элементарно начав хотя бы несколько пунктов соблюдать из того, что прежде вы злостно нарушали. Вот, тайный инструмент аюрведы — это распорядок дня. Я вот могу поделиться опытом, что людей очень сложно заставить соблюдать распорядок дня. таблетки пить заставить куда проще. Это самое трудное, но самое эффективное. Распорядок дня. Это точно. А мантру? Мантру я дал, поэтому у вас есть мантра. Даже если вы никогда не дойдёте до занятий с ушей-санкой, у вас уже есть мантра. И у нас даже эта мантра, у нас все мантры записаны голосом уши. Значит, вот эту мантру тоже можно получить в записи, которая сделана у ушей, поэтому ищите. Значит, меня зовут Марцис Гассумс, нас зовут Общество Вернии Санскрита. С 2005 года мы являемся крупнейшим сообществом русских, изучающих санскрит, поэтому у нас есть всё, о чём вы даже ещё и даже не могли подумать. Поэтому приходите к нам хотя бы загляните когда-нибудь на открытые занятия. У нас, например, в июле будет зачёт. Мы будем демонстрировать перед индийскими наставниками, как мы наизусть выучили Даханванто Аристотеру. Поэтому заглядывайте к нам. Итак, какие у нас вопросы? Давайте перед вопросами мы с вами опубликуем ссылочки на вас. Люди спрашивают в комментариях. Наверное, успеем ответить только на часть вопросов. Может быть, не вполне полно. мы можем на самом деле может быть даже вопросом уделить отдельный эфир. То есть мы можем подкопить вопросы, чтобы сейчас нашу беседу не делать более длительной, чем часовой. Мы можем на сегодня закруглиться и сделать просто отдельный эфир. Этим вопросом в первую очередь собрать другие вопросы, поговорить еще раз, если есть такое намерение. Или же на ваше усмотрение. Мое усмотрение здесь такое, что очень важно дать людям ссылки, для того, чтобы они могли перейти по этим ссылкам и посылки мы все дадим. Я хочу сделать это просто прямо сейчас. Я хочу выложить этот чат. Сейчас один момент. Давайте сделаем так. Давайте я пока сейчас на эту ссылку и выложу. А вы будьте любезны ответить на мой вопрос кратко. А потом уже, если у вас будет на то возможности, желания, можно будет ответить на те вопросы, которые задали. Можно будет попозже запланировать еще одно занятие. я думаю, я думаю, вы здесь можете решить это сами. У меня вот такой вопрос. Все же вы можете кратко, в пределах 10 предложений, сказать о том благе, которое получит современный человек, скажем, современный россиянин, который живет вот здесь и сейчас в наших условиях с теми вызовами и проблемами, которые есть сейчас. Какое благо он получит от погружения в санскрит, от изучения санскрита? У меня остается минута. Первое предложение. В голове у человека каша. Второе предложение, значит, санскрит это наибыстрейший способ эту кашу рассортировать по полочкам из-за своей бесполезности в хозяйстве, но из-за совершенно дивного и стройного устройства, изучая санскрит, вы сами становитесь стройнее и ясность вашего мышления достигает прежде неизведанных вам глубин. То есть санскрит задействует такие участки вашего мозга, которые прежде пребывали в праздном бездействии. Пятое предложение, шестое предложение. Невозможно длительное время интересоваться Индией и пренебрегать языком. Языком, собственно, потому что, как я уже сказал, индийская культура — это санскритская культура. Само слово «культура» в Индии — это самскриты, а самскрита означает «обработанный». Само слово санскрита — это не название какой-то местности или какого-то племени. Это некий это указание на то, что это литературный язык, обработанный язык. И если раньше этот язык не давался женщинам, изначально санскрит было запрещено преподавать женщинам, то сейчас получается, у вас есть то преимущество, что я пренебрегаю некоторым заповедям законов ману и готов преподавать санскрит женщинам, чего раньше, тысячи лет тому назад, делать было решительно нельзя. Поэтому я предлагаю воспользоваться этой редкой возможностью, которой выпадает раз в тысячу лет. Простите, я не удержусь и уточню. Может быть, вы не только женщина, может быть, вы еще и шудрам преподаете? Мы еще и шудрам преподаем. И млечком, и млечком, и шудрам. Мы собираем, мы как бы открыты к тому, что санскрит, но не ведийский язык, а санскрит, мы можем дать всякому, кто обладает усидчивостью, но не ведийский. Ведийский санскрит требует такого уровня владения классическим санскритом, что говорить об этом сейчас просто бесполезно. Скажите, могу ли я как-то подытожить и, может быть, попытаться вот эти десять причин, которые мы перечислили, как-то сложить в одну, могу ли я сказать, то, что у человека есть определенный, скажем, способ, как работает его мозг. И санскрит — это такой язык, который максимально, скажем, дружественный, максимально подходящий для мозга человека, то есть для того, чтобы вот мозг проснулся, чтобы он начал работать правильно, чтобы он начал работать так, как, скажем, это задумывалось, если мы презюмируем, что Господь, который создал человека, создал его мозг и создал санскрит, то вот когда мозг человека плюс санскрит, оно начинает как бы правильно работать, не абы как, а вот как, знаете, родной компьютер и родная ему операционная система. Даже вопрос не в том, что правильно или неправильно, он просто начинает работать, потому что в обычной жизни человек использует полтора процента своих интеллектуальных возможностей. То есть, когда он делает рутинную работу, он уже знает все, что будет, ему не требуется задействовать большую часть своих возможностей, то есть, он уже привык, он знает, как жить, что делать. Санскрит — это вызов, да, то есть, в мире есть две крайности. С одной стороны, китайский язык, с другой стороны, санскрит. Это две крайности. Нет, с точки зрения грамматики, более сложного языка, чем санскрит. Вот. И вот это, этот вызов, он активирует человека. Он начинает пользоваться мозгом по назначению. Вопрос не в том, правильный или неправильный, он просто им начинает пользоваться, потому что не пользоваться невозможно. Вот о чём я хочу сказать, что помимо того, что человек лучше, ну, как бы, он честно осознаёт свои интеллектуальные способности, оказывается, что на входе всё не так здорово, как ему, может быть, казалось прежде, но это и выход, в смысле, это не только диагностика, не только диагноз, но и, как бы, путь решения проблемы, что за два года можно пройти базовый курс, ещё за два года можно пройти продолжающий курс и за четыре года можно пройти полноценный университетский курс филологического факультета, так, как это даётся в МГУ. И тогда, ну, человек, ну, у него появляется уважение, не знаю, к самому себе, к тем трудочесам, которые он вложил, то есть, это некий вызов. Не всегда с первого раза получается в это всё углубиться. Бывают, люди бросают санскрить несколько раз, но когда ноготок уже увяз, птица пропала, вот, и невозможно уже, как бы, забыть это ощущение интеллектуального экстаза, которое ты испытываешь, когда, преодолев изначальные трудности, ты начинаешь чувствовать, что ты понимаешь там, где прежде не понимал. Сильно. Скажите, пожалуйста, Марцин Смиревич, есть ли у вас возможность ещё ответить на вопросы? Позволяет ли нам регламент? Нам регламент позволяет, просто я бы, я просто считаю, что беседа более часа, она утомительна для любого слушателя. я готов ответить хоть ещё несколько часов на вопросы, но всё же, наверное, предложу нам отдельно их собрать и просто исключительно отвечать на вопросы наших слушателей на отдельном послании, допустим, не знаю, через две недели или через месяц, например, собрать наши вопросы. Да, вполне, я думаю, вполне можно так поступить, хорошо. То есть мы же никуда не спешим, санскрит не терпит спешки, и вопросы вряд ли выветрятся так быстро. Вот, то есть мне бы хотелось подкопить вопросов, то есть может быть 10, 20, 30, 40 разных вопросов, связанных с санскритом и аюрведой. Да, я думаю, это будет прекрасно. Недавно в интернете появился такой спекулятивный инструмент, он называется NFT. И смысл был в том, что нужно было очень быстро вложиться, а потом, ну как МММ, да, то есть очень быстро вложиться и очень быстро что-то там выиграть, либо потерять все. Ну и там это буквально все это может быть 4 месяца, может быть полгода, я это не отслежу. Ну вот, санскрит — это что-то прямо противоположное. То есть тут вообще не про спешку и вообще, то есть какие-то шаги, видимо, они измеряются десятилетиями. Поэтому прежде всего... значит, был такой историк, Лев Гумилёв, значит, у него есть книга «Биосфера и этногенез Земли», и вот в ней он пишет, что на тот момент ему было 70 лет, когда он это писал, он писал о том, что если бы я не начал заниматься историей в возрасте 7 лет, к 70-ти, я не успел бы понять то, что было необходимо понять. Поэтому санскрит... Ну вот, когда я беседовал с Александром Яковлевичем Сыркиным, который два года назад издал «Дикханикаю», это почти тысячи страниц переводной сложнейшей буддийской книги, он мне говорил, «Около 70 лет я размышляю над тем, как перевести слово «бхагаван». Ну вот, то есть здесь нельзя быстро, наскоком, здесь нужно усилия ежедневные. Мы встаем в пять или в шесть утра, чтобы делать домашки каждый день, полчаса, просто, чтобы выработать определенный навык, определенные привычку. Да, здесь наскоком взять ничего невозможно. Хорошо, спасибо большое. Ну что ж, дорогие участники эфира, я ссылочку опубликовал в чат, еще в нашей группе тоже мы ссылочки опубликуем, это все будет, запись тоже останется. Вот, спасибо вам большое, что нашли время прийти, рассказать чудесные языки санскрите о своем тоже опыте. Вот, я предлагаю вам сказать несколько слов, чтобы завершить нашу встречу, и после этого будем продолжать наш понедельник. Да, значит, что я хочу сказать. Не всем необходимо учить санскрит. Но изначальное знакомство с графикой Деванагари и некоторые установки того, как необходимо произносить санскрит, то есть некоторые азы, это вполне полезно в хозяйстве. За шесть занятий можно пройти письменность Деванагари и еще четыре занятия необходимы для того, чтобы проговорить все тонкости произношения санскрита. Получается шесть плюс четыре. Получается за десять занятий, занимаясь раз в неделю, можно пройти тот прожиточный минимум, который даст возможность снимать лапшу, когда лапшу вам будут вешать на уши. Можете привести пример лапши? Лапши. Я извинюсь, просто не то, чтобы вот ко мне, я выхожу на улицу, кто-то ко мне подходит и начинает что-то говорить про санскрит. Ни разу такого не было. Приведу пример. Приведу пример. Приведу даже два примера. Значит, когда к моим ученикам в московском метро подходят Вайшнавы и предлагают взять Бхагавадгиту, то один мой ученик Алексей, одного из первых созывов, он обычно начинает рецитировать Бхагавадгиту наизусть, на что бедный Вайшнав отпрыгивает, потому что он понимает, что он не знает Гиту наизусть, хотя и предлагает её. То есть получается, что скажем так, это некая защита, то есть когда ты не просишь, а тебе всё равно предлагают, то есть санскрит это может быть неким щитом, то есть ты в смысле как бы показываешь, что ну да, тебе это интересно, то есть ты сам уже знаешь лучше, чем то, что тебе предлагают это раз это одна ситуация, то есть как бы ну я хорошо отношусь с Вайшнавом, я в возрасте 13 лет прочитал всю кришнаитскую литературу, какая была доступна на тот момент, то есть энное количество лет тому назад, но некоторое миссионерство мне не близко по духу, вот, значит это с одной стороны, а с другой стороны, например, в России тиражом 10 тысяч экземпляр, значит издавалась книга Айнгара про Патанджали, значит сутры Патанджали Айнгара и в течение 10 лет тиражом 10 тысяч экземпляр вместо санскрита там печаталась Абракадабра, то есть вместо санскрита там печатался красивый рисунок на Деванагари, но в этом Деванагари не было ни одного живого места, то есть 10 тысяч книг самого, наверное, известного наставника по йоге в России были изданы с нечитаемым санскритом. Когда я это увидел, я жралился, и два года мы исправляли этот санскрит, и теперь эти книги в издательстве Alpino Nonfiction издаются с правильным санскритом, да, то есть изначальное знакомство с Деванагари, если бы йоги учили Деванагари, они бы раньше заметили эту нестуковку и сами поправили бы это. Но йоги санскрит не изучают, и поэтому мне пришлось самому это сделать. То есть из сострадания мне приходится применять свои знания, но лапши разные вокруг много, одному мне всю ее не исправить, из ушей не снять, поэтому нужны образованные люди, хотя бы на уровне изначального первичного ликбеза, то есть на уровне шесть занятий Деванагари плюс четыре занятия тонкости произношения, которые я называю азы санскритского произношения. Дабы немного дополнить Вайшнава, который распространяет литературу, однажды в состоянии наркотического оптенения я бродил по Москве и ко мне обратился как раз Вайшнав, предложил мне взять книгу, мы с ним очень прекрасно поговорили, я пожертвовал мне большую денежку, взял книгу, взял писк Олега Ивановича Торсунова и все это произвело вместе на меня такое впечатление, что вот сейчас я сижу здесь перед вами, я изучил в достаточной степени, чтобы практиковать самому и делиться этим знанием на любви и это одно из таких поворотных событий в моей жизни, что если бы тогда у метро аэропорт или где-то в этой зоне не стояло бы этого Вайшнава, то я не думал, что я бы сейчас сидел перед вами вот в этом эфире и вряд ли бы этот эфир вообще мог иметь место, вот, поэтому, ну просто здорово, что вот это со мной произошло, впрочем, я не исключаю, что действительно не все Вайшнавы, которые распространяют книги, они знают Боговатгита наизусть, я вот лично Боговатгита наизусть не знаю, но я очень рад, что знать, наверное, даже целиком ее и не требуется, но какие-то шлоки, ключевые шлоки, это, пожалуй, некоторая дань уважения к самой Гите, а, пожалуй, это все же полезный навык, да, хотя бы какие-то, какие-то избранные шлоки, потому что когда, академик Смирнов переводил, значит, Махабхарату, а ближайшие 10 лет я хочу посвятить в том числе и переизданию трудов Бориса Леонидовича Смирнова и переизданию его, значит, Гиты, так вот, он переводил Боговатгиту 24 раза, каждый раз с нуля, 24 раза, но понять, как ее перевести, он смог только один раз на похоронах, значит, Ганди, услышав, как она звучит по радио советскому, вот, когда он впервые услышал, как звучит Бхагавадгита, он понял, как ее нужно переводить на русский язык, поэтому Гита должна звучать и хотя бы несколько шлок, я считаю, что уважающий себя Вайшнав должен запомнить и с ними в своем сердце и на устах собственно ходить, вот. Какая у вас любимая шлока из Боговатгитой? Ну, мне нравится сейчас, нет, у меня, у меня вторая глава близка, в смысле, у меня нету любимой шлоки, у меня есть любимые главы, вот. Ну, вот прям масштаб, сразу чувствуется масштаб, вторая. Да, поэтому, нет, Гиту я, я очень трепетно отношусь к Гите, потому что даже вот в рамках разбора имен Вишну, я должен сказать, значит, что к Гите Борис Леонидович Смирнов составил симфонический словарь, он составил симфонический словарь Бхагавадгити, и я настоятельно советую ознакомиться с этим трудом, он доступен на сайте Болис Мир, симфонический словарь санскрита, он основан на Бхагавадгите, так вот, на основе этого словаря и в самой Гите содержатся ответы, ну, пожалуй, на большинство трудных мест толкования имен из Вишну Сахасранамы, они содержатся в самой Гите, поэтому Гита это энциклопедия внутри энциклопедии, сама Махабхарата это энциклопедия, а Гит это энциклопедия внутри энциклопедии, поэтому мой совет заключается в том, что читайте разные переводы Гиты, чтобы раскрылась её поэтическая красота, Вишнавского перевода будет недостаточно, поэтическая часть там опущена, посмотрите, какие есть переводы помимо этого, в том числе обратите внимание на перевод Бориса Леонидовича Смирнова, который за совершенно кратчайший отрезок своей жизни перевёл четвёртую часть Махабхараты. А если будете рассказывать о том, что вам некогда учить санскрит, то я скажу, что он, Борис Леонидович Смирнов, значит, учил санскрит, он был практикующим хирургом, и у него было время, вот пока, значит, их вертолёт экстренной помощи вот куда-то не долетал, вот у него было полчаса времени в вертолёте, пока вот он долетал куда-то, вот он мог учить санскрит, во всё остальное время вообще-то он был академиком медицинских, то есть наук, он вообще-то был врачом и работал постоянно врачом, ему некогда было учить санскрит, он выкраивал минуты для санскрита, и в условиях, в которых он работал, вам даже не снилось, поэтому вопрос не в том, что у кому-то вот легко, а кому-то трудно, вопрос в том, то, чего хочет, каково намерение человека, вот Борис Лениневич Смирнов это образец такой вот воли, воли, вообще-то был военным врачом, ему было совсем не в Первую мировую, не в Отечественную войну, ему было не до санскрита, и он выкраивал минуты, он в одиночку перевёл больше, чем коллектив переводчиков, он в одиночку перевёл больше, чем коллектив переводчиков за кратчайшие сроки, прикованные уже к кровати, не имея возможности двигаться, не имея ни книг, ни источников, он всё это сделал лучше, чем мы с вами. Почему? Потому что были такие люди, такие титаны, которые делали невозможное, и они нам пусть служат образцом и примером для подражания. хочется такую сильную речь дали, хочется в конце сказать, так выпьем же за то, чтобы не перевелись богатыри на земле русской. русская земля богатая богатырями, именно поэтому я переехал из Латвии сюда в Россию, потому что я верю в Россию, я верю в то, что именно здесь возможно возрождение, и союз России и Индии, его невозможно разрушить, но нужно знакомиться с первоисточниками, невозможно знакомиться с первоисточниками, не изучая языки. Я призываю вас изучать языки, потому что глубины иначе не достичь. Я сам стараюсь изучать боговодвиду, и вот был один момент, который я решительно не мог понять. Момент это следующий, что в одном месте сказано, что там речь идет, по-моему, я чуть не помню сейчас какая-то глава, но где-то в первой половине боговодвида речь там шла о том, что Кришна, он рассказывал Арджуне о том, что даже если преданный, он совершит какие-то ужасные поступки, все равно этот преданный большой молодец, и все равно никакие его усилия не преподут в туне, все равно к нему нужно относиться с большим уважением. И в следующем стихе Кришна говорил о том, что Арджуна смело заявляй каждому, что мы преданные никогда не погибнем. И вот этого момента я решительно не мог понять, потому что ну как просто с практической точки зрения мы знаем, что преданные люди, которые идут по духовному пути, которые преданы Всевышнему, они все-таки умирают, они все-таки оставляют тело. То есть в прямом смысле мы знаем, что это не так. А в переносном смысле кажется, что это не имеет смысла, потому что не погибнет. Ни одна душа, все будут жить вечно. Тогда возникает вопрос, о чем же здесь сказано, что же здесь имеется в виду. Я очень долго не мог этого понять, и в какой-то момент я решил посмотреть, что же означает вот это слово, которое там стоит. И оказалось, что вот это слово, оно, оно можно перевести по-разному. И в частности, один из возможных переводов — это как бы испортиться, потеряться, пропасть, вот то, например, о продуктах. Можно сказать, что они испортились, это не пропасть. То есть здесь речь не идёт о том, что он никогда не погибнет, а речь идёт о том, что вот плоды его деятельности, то, что он сделал, то, что он обрёл на этом духовном пути, никогда не исчезнет, никогда не пропадёт. И вот в этот момент для меня этот стих совсем по-другому. То есть вот этот вот выбитый как бы пиксель, вот этот непонятный для меня кусочек, он внезапно заиграл. И он бы не заиграл, если бы я в этот санскрит и в этот перевод не залез. Конечно, я, наверное, не в состоянии это сделать так глубоко, как в состоянии это сделать вы, и учитывая вашу преданность этому делу, да, и погружение, но даже мне, на моём уровне, вот это вот знакомство с языком и с переводами, оно очень много дало. Ну вот в этом отношении я советую найти перевод «Радхи Блиндерман». Это трёхтомное издание, из которого можно пока найти первый том. Это, значит, книга в традиции бенгальского вайшнавизма, и там приведены три комментарии к Бхагавадгиде, да, то есть это единственное русское издание, где вайшнавские комментарии не просто гита, а переведены вайшнавские комментарии. Поэтому я настоятельно советую найти книгу «Радхи Блиндерман», значит, посвящённую традиции бенгальского вайшнавизма. Признаться, очень неожиданное сочетание. Индийское имя и еврейская фамилия. Что же, в мире много, много, много интересного. У нас есть, кажется, я не помню, сколько именно, восемь бесед с Радхой, то есть несколько лет тому назад я провёл множество бесед с разными санскритологами. Вот Радха недавно защитила кандидатскую диссертацию в Гарварде, она, её мама из Ташкента, в смысле, училась там, но сама русская папа, папа, фамилия Папина, вот, поэтому получается вот такой интересный незаместна сама Дильдана. я настоятельно советую найти вам книгу Радхи Блиндарман, потому что получается, что гиды, гиды в чистом виде, в чистом виде не изучает никто, гиду всегда изучают с каким-то комментарием. И вот те, кому интересно традиция вайшнавизма, но нету более на русском языке полной книги, чем вот перевод Радхи, она посвятила в этой работе 10 лет своей жизни, чтобы ознакомить не просто с гидой, а с комментариями. И повторюсь, ну, гиды без комментариев не бывает. Просто вы можете не знать, с какими комментариями она идет в придачу, но гиды без комментариев не бывает. Я, естественно, с комментариями решил про Папу падать и это все изучал. Да, но он опирался, он опирался на другие комментарии, и вот как раз на те комментарии, на которые он опирался, вот как раз их и приводит Радха. То есть на те комментарии, на которые он опирался. То есть то, что он дает, он придумал не сам, он опирается на традиционные комментарии. И вот те, кому интересна сама традиция, история, а значит, более развернутые комментарии, опять же, я призываю ознакомиться с книгой, посвященной бенгальскому вайшнавизму. Ну хорошо. Спасибо вам большое. Я думаю, что на этой радостной ноте мы можем с вами завершить эфир. И надеюсь, что у нас будет возможность встретиться еще. У вас будет возможность ответить на вопросы. Да, и я надеюсь, что наши слушатели зададут столько вопросов, чтобы у нас был повод еще раз встретиться вот в рамках того, что вот вы пригласили меня, в другой раз, допустим, через какое-то время от общества ревнителей санскрита я приглашу вас, и вы расскажете, рассказать, чем вы занимаетесь в области аюрведы. То есть у нас будет такой союз аюрведы с одной стороны и санскрита с другой стороны. Очень буду рад. Спасибо. Хорошо. Желаю вам прекрасного дня и вам, Мартас Юрьевич, и всей нашей аудитории, кто нас сейчас слушает. Прощаюсь со всеми. Всего доброго. Спасибо. До свидания.